В эфире интернет-портал Азбука Веры Душевные и нервные болезни Ты совершенно расклеилась Одна светская дама имела несколько высших образований. Будучи активным членом самых разных обществ и клубов, она активно занималась общественной деятельностью. Однако, от природы обладая чувствительной душой, очень скоро она оказалась на грани нервного срыва и обратилась к отцу Порфирию. Старец сразу увидел ее душевное состояние и сказал Ты совершенно расклеилась. Женщина была поражена таким необычным диагнозом, очень точно передававшим всю ту душевную сумятицу, в которой она жила по причине множества терзавших ее, как казалось, неразрешимых проблем. Отец Порфирии, сострадая ей, окружил ее отеческой заботой, как свою духовную дочь. Со своей стороны, эта женщина самоотверженно стала его преданной ученицей. Под богопросвещенным руководством старца она обрела душевный покой и возродилась во Христе. Нематериальные микробы неврастении Близкому родственнику одних нервнобольных людей отец Порфирий посоветовал быть осторожным, чтобы не заразиться от них. На вопрос, как это может произойти, ведь их болезнь не заразная, старец ответил «Это не совсем так, как ты говоришь. Нематериальные микробы неврастении летают подобно комарам, нападают на душу и заражают ее». При этих словах старец, показывая, как разлетаются микробы, выразительно махнул руками. «Хорошо помогать нервнобольному человеку, но, оказывая помощь, ты должен благодатью Христовой защитить свою душу от заражения». Советы одной женщине, подверженной меланхолии. Старец посоветовал одной женщине, нервы у которой были сильно расшатаны из-за пережитых ею серьезных испытаний, подвизаться, стремясь к святости. Он дал ей и несколько практических советов о том, как избавиться от меланхолии, которой она была подвержена. Отец Порфирий сказал, «Постарайся отвергать неприятные воспоминания и страхи. Вспоминай о том хорошем, что было в твоей жизни. Всегда смотри в будущее с надеждой и оптимизмом. Слушай хорошую музыку, ту, которая тебе нравится. Почаще гуляй на природе, езди за город. Вместе со своими верующими подругами, кроме божественной литургии по воскресным дням, ходи и на вечерние богослужения, на всеночные бдения, молись с доверием, обращаясь ко Христу. По мере приближения к святости душевные травмы отступают». Старец обладал даром видеть в душах людей то, что открывал ему Бог. Об одном моем знакомом он сказал, «Я вижу у него в душе, правда, нечетко, очень нехорошую вещь. Это старая душевная травма, нанесенная бесами. Я точно не знаю, что это такое. Может быть, Бог откроет мне это позже». Прошло несколько недель, и отец Порфирий вернулся к этому разговору. «Нехорошая вещь, которую я увидел в душе твоего друга, может уйти оттуда, но только в том случае, если он начнет стремиться к святости. Святость меняет человека, каким бы грешным он ни был, и душевные травмы уходят. Сейчас врачи называют эти травмы психическими заболеваниями, тогда как на самом деле это бесовские нападения, попущенные за грехи. «Христос исцеляет душевные болезни». «Легче всего лечатся душевные заболевания», говорил отец Порфирий. «Если ты все свои чувства стремишь ко Святому Духу, то они начнут освящаться. Их силой святой человек исцеляет, а злой насылает болезни». Понятно? Поэтому-то теософы и говорят, «Ты можешь сделать все, что пожелаешь, надо только сильно захотеть». Но они думают по-человечески и основываются на человеческих усилиях. Максимально концентрируясь на своем желании, они направляют свою недобрую энергию на какого-то человека, и в какой-то момент тот не выдерживает и становится ненормальным. Но наша вера учит нас другому. Она направляет человека к святости, естественному пути, свойственному человеку по природе. Обо всем этом написано в Священном Писании, но мы не понимаем его слов. Следует внимательно читать и стараться понять то, о чем пишется в Священном Писании. Душевные заболевания излечиваются, если человек приобретет правильное православное сознание. Очень многие люди говорят, «Все меня сторонятся, я никому не нужен, никто меня не понимает, никто меня не любит». Это они говорят от эгоизма. Когда обращаешься к Богу, ты уже ничего не ищешь, перестаешь быть всем неудовлетворенным человеком. Напротив, становишься всем и всеми довольным, начинаешь всех любить, всегда радуешься. Он не душевно больной. Один очень беспокойный паломник приехал в Колесе вместе со своими родственниками для того, чтобы увидеться с отцом Порфирием. Как только он вошел в келью, старец сразу заметил, что этот человек одержим бесом. Он начал усердно молиться, задержав у себя на некоторое время несчастного и стремясь изгнать беса. Но тот не выходил. Родственники больного сказали отцу Порфирию, что не стоит уделять ему слишком много внимания, потому что он не в своем уме, он душевно больной. Но старец уверил их, что этот человек совсем не душевно больной, а бесноватый. И они уехали. Спустя какое-то время эти люди предложили своему больному родственнику снова съездить к старцу, но тот ответил, «Я согласен идти на исповедь к любым другим священникам, но только не к отцу Порфирию, потому что он колдун и выражит». Она говорила с ним дружески и с молитвой. Духовная дочь старца рассказала мне следующее. Я работала медсестрой в психиатрической лечебнице. Там у меня было много трудностей, но я с молитвой преодолевала их. Однажды я столкнулась с большим испытанием. У психически больного пациента был нервный срыв, и он схватил кусок разбитого стекла и хотел им меня ударить. Я страшно перепугалась, и тот час же стала молиться, «Господи Иисусе Христе, молитвами отца Порфирия, помилуй меня!» Отскочив в сторону, я избежала удара и стала дружелюбно что-то говорить больному. Постепенно он успокоился, так что я смогла забрать стекло у него из рук. Когда вскоре после этого случая я приехала к старцу, он встретил меня словами «Я вижу, ты пережила большое испытание с этим душевнобольным». Христос защитил тебя от него. Не обижайся на него, он не врастенник. В Великую Пятницу, когда я вошел в храм, то заметил, что в алтаре, кроме отца Порфирия, находится еще один священник. Это меня не очень удивило. Отец говорил мне, что Великая Седмица очень трудна для священников, и я подумал, что этот второй священник пришел, чтобы помочь старцу. Все вполне естественно. Ничего необычного в этом я не увидел. Но когда вскоре священники вышли из алтаря и начали петь тропари из чины погребения, странное поведение нового Иерея по отношению к отцу Порфирию стало производить неприятное впечатление не только на меня, но и на всех, кто стоял в храме. Он безо всякой причины прерывал старца, когда тот пел, постоянно делал ему бесчисленные замечания. Совершенно недопустимым властным тоном он говорил ему «Замолчи! Прекрати! Подожди!» Наконец он стал просто отталкивать отца Порфирия в сторону от Аналоя. Мы все были так возмущены, что если бы это не был священник, то есть служитель Божий, и если бы все это случилось не в святом храме, то для него все это могло бы очень и очень плохо закончиться. Меня это особенно затронуло, потому что я очень любил старца. Недостойное по отношению к нему поведение другого священника, я воспринимал как направленное против меня. Кроме того, надо заметить, что так вел себя младший священник по отношению к старшему, потому что отец Порфирий был архимандритом, а он был простым иереем. Точно так же и даже хуже по отношению к старцу вел себя этот иерей и во время крестного хода с плащаницей. После службы я сразу же прошел в алтарь и подошел к отцу Порфирия, чтобы выразить свой протест против недостойного по отношению к нему поведения другого священника. Старец видел, что я полон негодования, но избегал разговора со мной. Тогда я несколько дерзко спросил отца Порфирия, как он мог терпеть такое поведение своего сослужителя. «Не обижайся на него, чадо мое», ответил старец. «Он же не врастенник». Я не знал, что на это и сказать. Уже дома я подумал, «Это человек или великий святой, или же сделан из каких-то успокоительных таблеток, и в жилах его течет не кровь, а настой из ромашки». Время показало, что первое мое предположение было верным. Он был святым. Хорошо бы, чтобы и мы стали похожи на него. Когда врата Царства Небесного широко распахнутся перед нами, то встречать нас будет никто иной, как Отец Порфирий. Да будет так. Субтитры